же все таки сделай так чтобы близкие вас начали обожать нужно постоянно хвалить этих людей говорить им какие они хорошие насколько они много всего делают пушить их вот этот внутренний эгоизм когда расходятся или когда разбегается когда человек начинает вы там что-то сказали человеку и он начинает думать как он начинает думать он все время думает а вот он там вот такой а вот он на вот такой а вот он вот такой почему у каждого человека в голове есть определенное восприятие окружающего мира как на некой картинке в которой кино происходит и человек способен это очень часто происходит ставить каждому образу ментальную картинку то есть придуманная им восприятие того или иного человека и человек во время своей жизни допустим вы мама и вы видели как ребенок был одним потом менялся стал другим и так далее и для вас одна картина этого ребенка когда он живет на стороне то у вас эта картина остается и вы думаете что он должен оставаться таким же каким он сохранен в вашей душе и в вашей памяти но вы забываете все люди меняются поэтому очень часто мама с дочкой которые долго не виделись или там живя друг от друга воспринимает или имеет один образ этого человека а там совершенно другой образ этого человека из-за этого происходят столкновения но не стоит забывать вот такие слова и сегодня вас научу они очень удивительные и потрясающе хорошие как бы вы ни жили чтобы не происходило с вами и никогда в своей жизни не критикуйте и не ругайте близких людей первое не ругайте и не выговаривайте им не произнесите слова а ты такой а ты такой а ты такой то есть не критикуйте я говорю это серьезно какой бы ни был не критикуйте поддерживайте второе никогда запомните никогда никому в своей жизни не жалуйтесь на своих близких или на тех людей которые находятся рядом с вами почему вы разрушаете семьи не жалуйтесь ни на мужа вот знаете не даже на родители даже на умерших не жалуйтесь самое печальное то что человек может получить от этого мира это объединиться с плохой кармой родителей как это происходит когда женщина допустим начинает кому-либо из своих подруг или там знакомых или мужу даже рассказывать что вот у меня родители были плохие отец надо мной издевался он бил меня он там говорил мне плохие слова там и так далее и так далее то есть человек говорит я ориентирован на то чтобы помнить только вот это плохое а то что этот человек работал на протяжении 20 лет для того чтобы мой какая красивая прилетела ты кто мой какой-то красивая прилетела но садись уже не бабочка какая-то прилетела красиво чья-то душа полетела пусть лики 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 мои красивые давай лики и ну пусть летает она вам не мешает убивать ее не будут нравятся нам и у человека возникает как как человек отец или мать они же делали все для того чтобы вы жили но вы же нацелены сейчас на то чтобы вспоминать плохое почему но хорошие обычно никто не помнит не помнит не знает не конс хорошее как бы само собой а плохое нужно помнить ну да ладно так вот когда человек начинает жаловаться о своей жизни которую он прожил чтобы не происходило плохой был муж плохой был отец плохая была жизнь не жалуйтесь а если вы кому-нибудь рассказываете это всегда делаете так говорите моя жизнь была классная отец был обалденный одет какой был а мама какая хорошая была а муж у меня тоже был нормальный в общем-то хороший и детей любил и меня любил даже если это не так в душе вашей пусть останется как нужно вы его идентифицируйте правильно не жалуйтесь никогда не жалуйтесь не ругайте близких не обсуждайте насколько они плохие не слушайте если кто-то будет говорить что неплохие какашки и так далее у бога на каждого есть свои идеи у каждого есть своя задача у каждого есть своя цель когда человек говорит какая она это не ко мне вопросы так богу пути господни неисповедимы одно могу сказать что если вы добрый хороший человек если близкие для вас это элемент восторга восхищения любви если вы но это не значит что вы должны быть идеальным христианином это не так что такое любить любить это в тот момент любить это не значит лобызать без конца целовать там целовать и кисти и ежедневно заниматься интимом любить это другое любить по-настоящему это в тот момент когда человек который воняет и тебя бесит и ты молчишь в тот момент когда ты хочешь заткнуть рот ты промолчишь сделать замечание не сделаешь в тот момент когда не хочется ничего не для кого сделать встанешь и здесь рука болит но ты все равно за кем-то подбираешь и не говоришь этому человеку вот это есть любовь и потом говоришь какие они хорошие вот это есть любовь а когда я тебя люблю я тебя люблю и посреди комнаты насрать знаете то кому эта любовь нужна любовь это бы теплым любовь несмотря ни на что быть добрым доброта и не проявление злости есть то что гранит в нас настоящий алмаз божественной красоты как по-другому смотрите и